Ну вот, ваш коллега, мой хороший знакомый, Ержан Нургалеев, буквально тоже в этом году проходил на шоу «Голос» и открыто достаточно сказал, что, чтобы попасть, не знаю, на этап прослушивания, либо на какой-то предыдущий этап, надо понравиться Юрию Аксюте. Как хотите, так и понимайте. Вот насколько... Ну а вы считаете, что это разве не нормально? Смотрите, Юрий Аксюте, он отвечает лично перед Константином Львовичем Эрнстом. И с него спросят, если что-то не так. И на предварительном кастинге, действительно, я считаю, что мне очень повезло, что он там находился. Я рада была, потому что он не в состоянии отследить весь полный кастинг. Но у меня сложилось ощущение, что именно он принял решение о том, чтобы мне сказать, что я прошла. И там очень жёстко всё. Приглашают на предварительный кастинг по 10 человек. То есть они это называют, администрация это называет, там, седьмая десятка, восьмая десятка, девятая. Вот я, допустим, была там в девятой десятке. И выходит, то есть мы там все отпели, и мы ждём вот этот страшный момент вердикта. И выходит администратор и говорит с таким московским говором, восьмая десятка все свободны, седьмая десятка все домой, девятая десятка шараповы, останьтесь, остальные все свободны. То есть это очень жёстко на самом деле. Но моё впечатление, вот из той десятки, в которой я находилась, я конкурентов не видела и никто не прошёл. Ну, а многие думают, вот что, ну вот я же такой, а меня не взяли, а это обидно. Но если быть объективным, моё мнение было, когда мы готовились к слепому прослушиванию, делали сам чек, подбирали репертуар, мне в какой-то момент показалось, что всей моей базы 10 лет работы живой команды в любом состоянии, заболела, не заболела, никого это не волновало, потому что есть контракт, надо ехать и выступать. Плюс у меня студия звукозаписи, моё музыкальное образование. Мне казалось, что всей моей базы мало. Такие мастодонты туда приехали. Мне было боязно. Боязно от того, что меня знают и любят, слава богу, в Казахстане. И я думала, что вот как раз-таки, если я там где-то лажану, будет очень больно падать и приезжать с таким нерезультатом, скажем так. Поэтому, может быть, может быть, Ержану, мы, кстати, с ним общаемся, дружим, и он приходил на мои концерты в Москве, будет полезно не опускать руки. Ему передаём большой привет. Да, передаём большой привет. Ему, может быть, стоит попытаться ещё не раз пробить эту стену, потому что у меня тоже не получилось первого раза. Я два раза ездила на новую волну, дошла до полуфинала. Диана, вот такой вот вопрос. Многие ваши коллеги, не только певцы, другие артисты, актёры, даже КВНщики, неоднократно пытались покорить Москву. И очень многие, ну, я знаю это не из первоисточника, а всё-таки со слов тех, кто Москву покорить пытался. Вопрос такой. Насколько и все жалуются на достаточно такую серьёзную преграду, как национальный вопрос. Вот наша команда в 2010 году, КВН, не стала чемпионами высшей лиги. Хотя, объективно, они были лучше всех. Было ясно, что откуда-то поступила команда. Нет. Второй сезон шёл «Голос». Третий. Второй сезон шёл «Голос». А, не про меня, вообще в целом. Понятное дело, что она была ярче, чем Сергей Волчков. Но, видно, из каких-то политических, идеологических решений было принято, из политических решений было принято такое решение. Можно ремарку? Это субъективное мнение. Субъективное мнение. Субъективное мнение. Мне кажется, просто… Причём у меня было такое же. Потому что я тоже была в восторге от Наргиза. Считала, что она должна была быть победительницей. Пока я не познакомилась лично с Волчковым. И пока я не увидела невероятный ажиотаж, который творится у него на концерте. И пока я не увидела реакцию публики, которую любит Александра Борисовича Градского, которая приходит на концерт, который он организовывает. У меня было ощущение, что, когда стояла на сцене Волчковка, Майкл Джексон там стоит. То есть тут нужно понимать, ещё есть такой демографический аспект. То есть в России, насколько я понимаю, всё-таки большее количество людей предпочтут пойти на концерт Волчкова. Хотя я бы пошла на концерт Наргиз. Мы говорим о музыкальных пристрастиях личных. Но я сейчас озвучиваю ту реальность, которую я увидела. Я говорю о большинстве. И суть Волчкова через телевизор мне была непонятна до тех пор, пока я не увидела своими глазами, какой образ он принёс нашему обществу. Может быть, его давно не хватало нам. То есть помните образ Муслима Магомаева? Он так и все называют, новым Муслимом Магомаевым. Вы знаете, это можно прочувствовать только на живом концерте. У меня сложилось впечатление, действительно, если закрыть глаза, то как будто энергетика. Энергетика силы, чистоты. И ты наконец-то приходишь на концерт послушать что-то такое чистое. Мы от этого отвыкли. А он нам об этом напомнил. И в основном его слушательницы, конечно, это 45+. И можно понять почему. Видимо, они проецируют в этом образе, может быть, образ такого сына, которого они бы хотели увидеть. Ну, как со Стасом Михайловым, они бы хотели увидеть такого мужа, наверное. Интересно. Интересно. Вот мои впечатления, мои впечатления. Нет, совершенно очень даже с маркетинговой точки зрения вы, наверное, абсолютно правы. Да, вы знаете, мне-то Александр Борисович почему-то сам объяснил, так что я это увидела. Тем более сейчас телевизор-то кто смотрит в России, тем более. Смотрят как раз-таки те, те, кто пойдут на концерт к Волочкову. Да, смотрят они. Относись к этому, как хочешь. Дальше перечисляем. Был КВН. Был КВН. Ну, про актеров мне говорили тоже. Но я немножко уже в другую... Дальше пойду по этому вопросу. Многие пытались записывать дуэты с российскими исполнителями. Моя хорошая знакомая Асем записала дуэт с Максом Покровским. Много свело. Я видела классный клип. Да. И Макпалы Сабекова записывала дуэт и с Нюшей, и с Ириной Дубцовой. Но как-то не пошло. А вот у вас пошло, Сергеем Зверевым. Вы так считаете? Конечно, считаю. Ну, мне просто изнутри сложнее, наверное, ощутить действительно, а пошло, не пошло. Нет, ну пошло, но песня хитовая, хорошая. Но почему-то на российских каналах убирают казахские куплеты. Весь интернет жутко возмущается. Нет, ничего подобного. Это дезинформация. На российские каналы мы отправили русскую версию. Да? Потому что невозможно. Мне кажется, сегодня я еще пока не на том уровне, чтобы, например, настоять на том, допустим, чтобы на казахском языке крутились песни. Я очень надеюсь, я давно об этом говорила. Еще когда вышла Этеромжок, и мне все говорили, ах, да как это же возможно, так было спеть эту песню, да как же это круто. И оказывается, европейцам тоже нравится слушать песню на казахском языке. Тогда это был такой первый шаг. С моей стороны, вдруг песни на казахском это не обязательно, folk, national, local, да? А там, не обязательно, это салки летом, добра. А вдруг что-то современное. И я тогда еще говорила, что мы уже слушаем на английском, на испанском, на французском современные песни. Мы же не все понимаем текст. И не весь текст понимаем. Но нам нравится. И на казахском языке тоже можно создавать такую музыку, такие песни. Но я надеюсь, что настанет момент, и, возможно, я буду в первых рядах тех артистов, которые поднимут наш уровень эстрады казахстанской на такую высоту, что неважно будет, на каких каналах или за рубежом зазвучит казахский язык. Мне, по крайней мере, будет очень блесно и приятно, если мне это удастся. Но сейчас пока первый такой маленький шаг, скажу вам по секрету, они не поняли, не знают. Даже когда крутится русская версия нашего дуэта, там на Муз-ТВ, Руту Ветов, на все каналы, куда Сережа отнес наш клип, наш дуэт, там звучит «Домбра». Я не пришла на новогодний бал, я не пришла на новогодний бал, я не пришла на новогодний бал, а ты так ждал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СНГ выплясывает под наш национальный главный, любимый народный инструмент. Может быть, они думают, что это была лайка, или вообще не знают, какой, но мы-то с вами знаем, а я считаю, что, ну, как говорится, как бы мы на подсознание влиять. Good beginning, the hell, the battle, то есть хорошее начало, половина сражений. Лиха беда начала. Субтитры создавал DimaTorzok